Казанский федеральный университет посетила делегации студенческих СМИ из разных вузов страны. Изначально ребята приехали в Карбоновый полигон, созданный Миноборнауки России, в сотрудничестве с Казанским университетом. Решение о создании полигона было принято еще в марте 2021 года. На сегодняшний день он и функционирует. Туда ребята отправятся в один из дней пребывания в Казани. В начале встречи для ребят была проведена непосредственно сама экскурсия по павильонам телеканала. Журналисты побывали в двух студиях Универ ТВ, узнали о том, как устроен телеканал изнутри. Работники телеканала рассказали о производимом контенте и о том, как происходит техническая часть его создания. Экскурсия потрясающая. Большое спасибо Казанскому федеральному университету, работникам. Мы видим, что у вашего молодежного студенческого СМИ есть хорошая поддержка от университета, что не может не радовать. И мы видим, как работники и студенты вместе работают над созданием контента не только для своего студенческого СМИ, но и, наверное, для всей Казани. Это очень здорово, очень впечатлила ваша студия. Очень понравилась доска, на которой можно в прямом эфире записывать какие-то важные мысли и проводить свои лекции. Пожалуй, это почерпну и предложу купить точно такую же. Учащий этап экскурсии состоялся в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, где Ильдар Каримов рассказал об истории создания телеканала. А затем директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский рассказал ребятам об историческом прошлом журналистике и ее современном состоянии. Достаточно хорошая возможность показать нашим же коллегам-студентам, интересующимся и занимающимся медиа, что имеет в своем арсенале в этой медиаподготовке медиадеятельности Казанский университет. В конце экскурсии ребята задавали множество уточняющих вопросов, что позволяло им больше углубиться в суть телеканала Универ-ТВ. Мы будем надеяться, что такие мероприятия станут началом обмена опыта и знаниями с ребятами, с которыми они успели познакомиться за время, проведенное в стенах Казанского федерального университета. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс.